Друзья, всем привет! Это новый выпуск по Clash Royale и я так рад! Я зашел в магазин, а здесь та карта, которую я жду уже не одну неделю. Я каждый день заходил и смотрел, ну вдруг выпадет Громовежец. Мне ровно одна карта оставалась на пятый уровень. И вот я дождался. Гром у меня в магазине. Прежде чем я его куплю, я уже составил несколько колод, мы сегодня с ним поиграем обязательно. Я вам хочу показать свою коллекцию. Ребят, ну мне правда хочется с вами поделиться этим, потому что, ну, этот аккаунт развивался не просто так. Не просто где-то отдельно там сидел, прокачивал его, играл. Я развивал его вместе с вами. И это как и мои, так и ваши заслуги. Вы смотрели эти все ролики у меня на канале, и я этот аккаунт прокачивал вместе с вами на стримах, на видео. И вот эти заслуги, они как бы и ваша часть. Я хочу вам просто показать, что у нас уже имеется и какая у нас уже тут картинка. По легендаркам, ребята, у нас уже пять легендарок, прокачанных на пятый уровень. Это принцесса, это дровосек, кладбище, бревно и ледяной колдун. Это для меня очень много. Я вот всегда смотрел на топа, у которых фулл прокачка. Я, ну, не то чтобы мечтал, но я где-то далеко у себя, ну, в мыслях представлял, что у меня когда-то будет фулл прокачка. Ну, когда? Это надо много денег, у меня не будет таких возможностей. И вот, это уже реальность, у меня уже фулл прокачка, реально. Сегодня я прокачаю грома на пятый уровень. И останется следующая карта. Это шахтер, это ночная ведьма и это бандитка. Это те карты, которые я прям сильно хочу. Вот реально, вот то, что у меня уже прокачано, это не самые такие любимые легендарки. Вот шахтера я хотел бы, ночную ведьму хотел бы, бандитку хотел бы и грома. Вот реально, вот эти четыре карты прям для меня заходят. Все остальные, которые останутся, плюс-минус. Ну, спарки, мега-рыцарь, лава, призрак. Ну, призрак еще нечеток. Пламенный вот еще тоже нечеток. А все остальное, ну, честно, я этим не играю. Магический лучник тоже не очень. Вот, поэтому осталось совсем немного. И, друзья, мне, честно, на самом деле, хочется последний раз задонатить на аккаунт и сделать крутое открытие. Но, честно говоря, не знаю, какую сумму донатить. Если честно, немножечко жалко, потому что я до этого очень много вкинул. У меня еще твинк, в который надо донатить. И, честно, ну, бюджет очень ограничен. Но, если ролик соберет 20 тысяч лайков, я знаю, что это много, я знаю, что это много, но 20 тысяч лайков, если ролик собирает, вы подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. И после того, как ролик собирает 20 тысяч лайков, я вам обещаю, я сделаю крутое открытие на этом аккаунте легендарных сундуков, и мы подфармим сами остальные леги. Вам просто по лайку скинуться. Мне тоже придется заморочиться, чтобы задонатить эти гемы. Кстати, ребят, если вы хотите покупать гемы дешевле на 50%, я оставлю ссылочку в описании на сайт ClashKings. Все уже давно пользуются этим сервисом, и я в том числе. Кто хочет покупать гемы дешевле, ссылку оставлю в описании. Также на сайте действует акция, при пополнении 100 рублей вы получите 100 рублей еще бонусных в подарок. Ссылка в описании, да. Ну что, покупаем, покупаем Громоверса за 40 тысяч золота. Друзья, я вот такой человек, который постоянно растягиваю разные видосы на разные темы. Вот, кстати, я уже долго болтаю, сейчас идем катать. Грома мы прокачаем в следующем выпуске. Я хочу сегодня последний раз сыграть Громоверсом четвертого уровня. Составил вот такие вот три колоды с Пекой, с Кладбищем, с Гигантом. И поехали попробуем что-то с ними сделать. Потому что с Громоверсом я играл редко, но мне эта карта достаточно, ну, симпатизирует. Она прикольная. Я помню испытание Громоверса. Это было самое топовое испытание, которое я помню. Испытание Громоверса, испытание Бандитки и, наверное, испытание Ночной Ведьмы. Это те испытания, которые запомнились. Это был, ну, не знаю, это реально были какие-то эмоции крутые. Сейчас таких уже испытаний нету. Не знаю, как у вас там с этим обстоят эмоции. Но у меня уже нет таких эмоций, которые были раньше. Так, у нас одинаковые колоды. Почти одинаковые колоды. За исключением, походу... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Только, пожалуйста, не переманивай Громовержец на себя, принца. Отлично. За исключением Варвара. Вот у него еще Варвары. Интересно. И лучницы, но это да, это интересно. Так, я пока больше урона пропустил, к сожалению. Бревно не буду использовать, не буду. Давайте зап, зап использую. Блин, наверное, все-таки надо было бревно использовать, потому что смотрите, сколько урона пропустил. Ну, вначале не задалось, потому что, к сожалению, я не угадал в сторону. Я выпустил слева своих юнитов. Так, ладненько. Давайте, я не знаю, Мегамуху выпустим. Цикл мне не нравится, конечно. Надо прокручивать его. Видите, он может поставить гигант. А мне что сейчас делать? Давайте выбросим Темного Принца. И поставлю тоже скорее... Хотя нет, буду дефать, наверное, гиганта. Пока своего гиганта мне нет смысла ставить. Но у него Варвары, вы понимаете? Вот у него... Так, ну, там я кину бревно. Тут я кину бревно. Наверное, так будет лучше. Я не знаю. Блин, все равно принц нанес урон. Так, давайте кинем гиганта. Вперед. Так, ну, тут Варвары сейчас будут. Вот как мне их? Без Темного Принца я сейчас не пройду. Смотрите, вот Вара Варвары раз. Ну, хорошо, что принц нанес с разгона урон. Смотрите, он два Варвара уничтожил. Поэтому урон все-таки я нанесу по вышке. Такой неплохой. Побольше, чем он, да. Но это мне повезло, что принц с разгона нанес Варвару урон. Так, и все равно у меня цикл сейчас не сильно устраивает. Давайте сольем Темного Принца. Блин, не знаю. Я, наверное, неправильно поступаю. Но попробуем. Попробуем. Так, хорошо. Он гигантом жертвует. Пошел у нас обычный принц. Так. Тут мы используем сейчас бревно. Здесь у нас Громовержец пойдет. Так. Гром, гром, останови принца. Ну, что ж такое, а? Ну, как так-то, а? Ну, как так? Так, ладненько. Ставим своего гиганта с краю карты. Все. Теперь я сделал себе удобный цикл. И теперь смотри... Опа. Рано радуюсь. Ой-ой-ой. Еще и, блин, муха. Ну, что такое? Блин, вот эта муха сейчас... Снесет мне очень много здоровья. Пожалуйста. Нет, быстрее гиганта уничтожить. Отлично. Фух. Так, все. Сейчас поехали. Сейчас будет хорошая атака. Пойзон. Ах, не по... Вообще, не по вышке, не по варварам не попал. Ну, ладно, нормально. Вроде справляемся пока. У меня уже второй гигант. Зап. Так, хорошо. И давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. Выноси, выноси быстрее. Блин. Е. Бой. Блин, ну... Было как-то сложно. Так, плюс 29 кубков. Шикарно. Но завтра я прокачаю Грома на пятый уровень и будет еще круче. Блин, я уже прям... Аж прям руки чешутся его прокачать. Так, едем дальше. С Кладбищем. Не уверен, что выиграю с Кладбищем. Честно. Давайте проскочим эту деку. Гоу с Пекой. Хотя и с Пекой тоже я не уверен. Но все-таки с Пекой, мне кажется, я буду чувствовать себя поувереннее. С Кладбищем вообще плохо играю. Раньше, вот, помню, первые 5200 кубков я взял именно Кладбищем. Вот раньше как-то было проще. Сейчас, не знаю, как-то у меня не заходит дека с Кладбищем. Не знаю почему. Так. Вивайт. Как играть с этой декой? Можно бандитку сейчас сливать или не надо? Не знаю, боюсь. Противник не делает. Ну ладно, поехали. Бандитку сойдем. Просто. Просто бандитку. Так, готовим зап. Ух ты. Элитные варвары, да? Ну тут Пеку ставим. Ставим Пеку. Так, хорошо. Убиваю милиток. Зачем зап? Зачем он запнул Пеку? Так. Я предполагаю, будет сейчас Инферно, либо Пламенный Дракон. Закидываем. Это предсказуемо, друзья. Ой. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой. О, какой опасный. У меня, если честно, можно было закинуть Шахтера, на самом деле. Нанести небольшой урон. Ну ладно. Меня, на самом деле, бесят такие дауны, вот как он. Которых прям пипец сколько дефа. Ну смотрите. Посмотрите сами. У него элитные варвары. Они очень дефают. Да много танков. Того же Голема, Гиганта, Хога и прочее. У него обычные варвары, которые тоже, блин, ни хера себе дефают. И еще берет Инферно. Вы представляете? Просто как это сложно будет там играть, к примеру, Хогом против него. Вот. Ну, кстати, тоже с Хогом играет. Так, хорошо. Мы уничтожили его. Значит, смотрите, колдуна. Он нам мешать не будет. Сейчас надо уничтожить элитных варваров. Блин, я вот не знаю. Шахтера закидывать, не закидывать. Давайте закинем Шахтера. Запнул зачем-то. Ну, тут минус Инферно. Не, не будет. К сожалению, запа нет. Давай-давай, еще одну тыку. Еее. Отлично. Так. Готовим сейчас дефаться. Готовимся дефаться от элитных варваров. Стражи. Блин. О, видите, у меня будет преимущество, когда я прокачаю Грома на пятый уровень. Фаерболл его убивать не будет. Так. Давай, бандит. Ну, конечно. Ну, давайте Пеку сольем. Я знаю, что у него Хог еще может справа сейчас пойти. Но я просто хренею от того, как много у него эликсира. Прям рили. Так, Гром. Так, надо сейчас как-то обыграть Инферно. Забрасываем Стражи вперед. Этого на колдуна. И накрываем ядом. Накрываем ядом. Зап. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Отлично. Отлично. Бандитка. Давай-давай-давай-давай-давай. Давай-давай-давай-давай. Давим-давим-давим. Пидора. Так. Пека. Пека. Так, сейчас еще один заход. Я думаю, я его вынесу. Так. Ой-ой-ой, у него стрелы и фар есть. Это плохо. Зап. Ой-ой-ой-ой, он сейчас меня снесет, пацаны. Да как так-то, а? Гром. Давай-давай, Гром-гром-гром. Вывози-вывози-вывози-вывози. А-а-а. Да тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Остановите. Капец. Угу. Не получится мне его выиграть. Вы понимаете, что мне либо сейчас дефаться, либо... Я не знаю. Либо проигрывать. Зап-зап-зап-зап-зап-зап. Тихо. Ой, либо дефаться, либо... Да, либо проигрывать. Так. Я не знаю просто, как его затащить. Это, блин, гребаная... Гребаная контра какая-то. Давайте попробуем сейчас. Вот у него стрелы просто еще есть, я знаю. Так. Ну вот сейчас, кстати, неплохо. Если бы вот чуть-чуть времени побольше было бы. Ну, блин, если бы я яд закинул, на самом деле, я бы его сейчас бы затащил. Ну, ребят, я на самом деле с Пекой не сильно опытный. Это, во-первых. Во-вторых, у него много было контры. Элитки, варвары... Этот... Инферно. А у меня... Ну, был бы у меня фаер вместо Пойзона. Может быть, не так бы было сложно. Ладно. Переходим к третьей колоде. Это... Кладбище. Поехали. Понеслась. Ну, в принципе, тоже неплохая ДК с кладбищем. Но я не сильно с ней опытный. Да и вообще, мало с какой колодой опытный игрок. Так. Бонни 17. Ну, поехали, Бонни. Поехали. Так, что у меня тут такой цикл, что я не знаю, что сливать. Громоверста слить. Сливать или не сливать. Да, поехали. Не люблю сидеть. О, в ожидании. Так. Блин, запускать сейчас кладбище или не стоит? Давайте попробуем. Так. Давай там летучих мышей или что? Ага, я понял. У него нету их. У него торнадо, палач. Неплохо. Задефал. А, нет, смотрите, нормально, урон прошел. Так, сейчас будет Хоккити. Ставим, короче, так. Так. И бревно. Еще бревно. Давай, 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 давай. Пошел, пошел урон, пошел, пошел, пошел. Давай, давай, давай. Я знаю, у него есть либо молния, либо ракета. Что-то одно из двух по-любому должно быть. Ну, либо фаербол. Только не... Жалко Хижину, жалко. Так, ну, смотрите, 2400 здоровья на его вышке осталось. То есть, какой-то урон все равно прошел. Так, ну что, поехали, выбрасываем грома. Выбрасываем грома. Так. Ракета, ракета у него, окей. Слушайте, ну он потратил ракету, мне кажется, не сильно выгодный для него размен. Поехали, с кладбищем зайдем. Что он мне сделает? Я сомневаюсь, что он что-то сделает. Пойзон. Так. Хорошо. Ну вот, я нанес больше урона. Но рано этим хвастаться, что я больше урона нанес. Потому что сейчас пойдет контратака на меня. Я буду дефаться стражами. Дефаемся стражами, плюс бревно. Плюс бревно. Хорошо. Давай, давай. Хокс, сколько сделает? Две, только не три. Все, две тычки. Фух, ну пока проигрываю. Пока проигрываю. Ставим, короче, Хижину. Так. Что там, гоблины будут? Блин, нет. Я в шоке. Страж даже урон не нанес. Угу. Ракета на Хижину. Насколько это правильно? Так. Ну, поехали. Громовержец. Палач. Окей. Так. И Пойзон. Хорошо. Так. Отлично. Ставим Хижину гоблинов. Ставим Хижину гоблинов. Снова. И урон пошел, пошел. Отличный урон. Так. Тут Стражи у нас. Ракета. Он что-то ракета, мне кажется, злоупотребляет. Но слишком он ее часто использует. Так. Смотрите, смотрите. Снова атака. Снова атака с кладбищем. Парень не вывозит пока что. Так. Пойзон. Пойзон. Ой. Ну вот это, кстати, я сейчас по эликсиру немножко просел. Но я хочу его дожать. Хочу его дожать. Ставим Хижину. Ставим Хижину. Хорошо. Осталось, ну осталось буквально на один заход. Ракета куда летит? А, ракета на вышку. Я понял. Он, короче, ракетами нас уже добивает. Он слил, короче, бревно сейчас, пацаны. Мне кажется, все. Он сейчас проиграет. Не знаю. Может и не проиграет. Пойзон. Я по эликсиру тоже просел. Жестко. Так. Ему осталась одна ракета, мужики. Одна ракета осталась. Мне надо быстрее прокручиваться до кладбища. Срочно. Я, скорее всего, проиграю. Да, я проиграл. Он сейчас ракету закидывает. А, ну давайте бревно. Может я быстрее успею снести. Нет. Я с кладбищем плохо играю. Ну, короче, значит, я уже понял для себя в следующем видео, что я буду играть с громоверсом только с гигантом. Ну, нереально. Но проигрывать... Это слабый был игрок. Это очень слабый был игрок. 5200. То есть, ну это ни херна, ни уровень. И я играл даже хуже, чем он. Значит, ну, если колода мне не заходит. Если я... Есть такие колоды, которые, ребят, играют на уровне, я не знаю, там, седьмой арены. То есть, вообще, ну, ни о чем. Такую херню делаю. А вот некоторые деки, там, с големом, с гигантом, еще более-менее пытаюсь, там, как-то конкурировать с топами. Вот. В общем, буду играть тогда с гигантом на следующем видео. Ребят, извините, что так получилось. Да, одна победа, ничья и поражение. Ну, в принципе, бывает. Я же сегодня тестил колоды в основном. В общем, подписывайтесь на канал, ждите новые видосы. Спасибо вам всем за просмотр. Я желаю вам всем удачи. Хорошего, ребят, вам всем настроения. Скоро увидимся. Приходите на стрим, нажимайте на колокольчик. Всем удачи и всем пока.